Легкий мороз и яркое солнце. Ульянский биатлонный центр Заря-Улгу в очередной раз в своей истории встретил участников ветеранского первенства России по биатлону. Около 50 стреляющих лыжников из нескольких регионов страны вышли на старт. В программе первого дня спринтерская гонка на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами. Мы стремимся поднять массовость в этом виде спорта и популяризацию, чтобы для детей пример был. Мы же сейчас больше работаем с детьми, но ветераны именно с этой целью, чтобы пример детям. Пристрелка в биатлоне – важнейшая вещь. Ведь именно на огневых рубежах порой решается судьба победы или неудачи. Пристрелкой тюменской команды руководит заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр в Нагана Ольга Мельник. Она впервые приехала в Ульяновск, но одного взгляда опытному специалисту хватило, чтобы дать высокую оценку местной биатлонной базе. Очень хорошее место, очень хорошее. Естественно, насколько возможно. Я не буду сравнивать, например, «Жемчужины Сибири» в Тюменской области, в Тюмени, где это находится. Но я считаю, для детей, для проведения соревнований – это очень хорошее место. Для тюменской команды нынешнее первенство России особенное. Коллектив впервые приехал на берега Волги, чтобы испробовать ульяновскую трассу и стрельбище. Правда, победами дебютанты не грезят. О своих перспективах в борьбе за медали говорят скромно. Хочется не то, что там ставишь перед собой какие-то, достичь каких-то, стать чемпионом России по ветеранам. Просто окунуться в ту атмосферу, ну, допустим, для меня она была 37 лет назад. Вот хочется окунуться, этот адреналин почувствовать, этот дух соперничества, что ли. По традиции соперничество сразу в нескольких группах. Моложе 35 лет на трассу не допускают. А самому опытному участнику Александру Сосинину из Санкт-Петербурга 65 лет. Но после старта о возрасте забывают все. А на финише задают друг другу только один вопрос – сколько стрельнул? Это значит, как успехи на огневом рубеже? Точная стрельба на рубеже в основном и стала залогом успеха. Идеально пройти стойку и лёжку не удалось никому. Мазали все, в том числе и ульянский чемпион Вадим Трифилов. У него пять промахов, но ходом он был быстрее всех. Завтра продолжение первенства и самый зрелищный вид программы – масс-старт. Новости ульянской правды.